Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать в Директ-Академии. И сегодня наш очередной вебинар. Вебинар называется «Виртуальные лаборатории Пирсона. Смешанное обучение английскому языку сегодня». Но прежде чем пригласить на связь нашего сегодняшнего спикера Жанну Михайловну Клышко, как всегда, несколько слов перед вебинаром. В самом начале чата вы видите три интересные ссылки. Первая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube. Прошу прощения, на наш сайт Директ-Академия.ру. На его главной странице, на расписании. Вы можете зарегистрироваться на все вебинары, предстоящие вплоть до конца июня месяца. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором уже находятся около 300 записей наших вебинаров, и на котором будет размещена запись и этого вебинара через некоторое время. Ну и, наконец, третья ссылка посвящена голосованию за темы вебинаров, которые предложили наши слушатели и которые пройдут в июне месяце. Голосование уже вовсю идет. На голосование представлено 18 тем вебинаров. Три из этих тем будут представлены в июне нашими слушателями, которые предложили эти темы. Для голосования вам необходим Google аккаунт. Если его у вас нет и вы хотите проголосовать, пожалуйста, зарегистрируйтесь и заведите его. Это сделано для того, чтобы один голос учитывался всегда строго один раз. В настоящее время у нас 76 проголосовавших, и я призываю вас присоединиться. Ну и, как всегда, перед окончанием моей вводной речи, я хотел бы... Сейчас, одну минутку. ...проанонсировать два следующих вебинара, которые состоятся завтра и 31-го числа, 31-го мая. Первый из них – вебинар Татьяны Телегиной «Библиографическая эвристика. Результативный интернет-поиск». Татьяна Телегина проводит свои вебинары примерно два раза в месяц, и это очередной вебинар Татьяны. Ну и второй вебинар – это вебинар «Тематические коллекции БС «Библиошкола. Ресурсы дополнительной литературы и самообразование». Проведет наш редактор, сотрудник компании «Директ Медиа» Наталья Башкова. Все, мои вводные слова закончены, поэтому я приглашаю на связь Жанну Михайловну Клышко для того, чтобы провести наш сегодняшний вебинар. Сам я, как всегда, остаюсь в чате и буду до конца вебинара с вами. Жанна, прошу на связь. Здравствуйте. Я очень рада, что вы сегодня присоединиться к нам, и надеюсь, наше время не будет потрачено напрасно. Виртуальная лаборатория «Пирсон» и смешное обучение английскому языку сегодня. В ходе нашей встречи вы сможете задавать вопросы в чате. Я хотела бы представить своего сотрудника Галина Валяева. Она старший ИЛТ-консультант, то есть методист в «Пирсон Данин Студия». Она будет отвечать на вопросы, и вы будете понимать, что это от моего имени будут ответы. Галина Валяева. Прошу любить и жаловать. Итак, начнем. Начнем. Наша «Пирсон Данин Студия» расположена в библиотеке иностранной литературы. Иностранка, полагаю, вам. Если нет, то вот знакомьтесь, уже более чем 95 лет существует это заведение культуры. Открытая «Пирсон Данин Студия» в этой библиотеке была немного больше, чем год назад, 28 февраля 2017 года. И сюда я вас приглашаю для того, чтобы попробовать все то, о чем мы сегодня будем говорить. Этот проект начинался как «Пирсон Лэб», именно потому что главное, что можно у «Пирсона» попробовать и в чем поработать, это виртуальные лаборатории. Почему «Пирсон»? Почему выбираем «Пирсон»? Ну, это одна из крупнейших образовательных корпораций на сегодняшний день в мире. Именно она была выбрана библиотекой для сотрудничества и для того, чтобы в России пользователи могли использовать возможности как собственного обучения, так и преподавания. Можно спросить, аудитория у нас сегодня в большей степени тех людей, которые изучают английский язык, или преподавателей английского языка? Потому что тема, в общем, она касается и той стороны, и другой. Чтобы мне, может быть, более... Можно было сфокусировать свое внимание на этом. Прошу ответить в чате, ну, для того, чтобы сориентироваться. Даже есть преподаватели других предметов на английском языке. Здорово. У «Пирсон» много ресурсов в этом направлении тоже есть. Возможно, снова начнете изучать. Это здорово. Компания «Пирсон» делает ставку на то, чтобы образование было индивидуализированным. Вот если вы посмотрите на логотип, уже по логотипу понятна политика компании. Вот этот знак, который называется «Интеробэнк», вопросительный и восклицательный знак, он сочетает, в общем, все, что необходимо. Для того, чтобы изучать любой предмет, особенно иностранный язык, нам необходимо любопытство, мы должны захотеть что-то знать. И необходимо ощутить удовольствие от этого процесса познания, получения знаний. Curiosity and excitement. Ну и фон, на котором изображена буква «Пи», как, наверное, первая буква самого названия компании «Пирсон», это отпечаток пальца. Мы обычно нажимаем на кнопку, чтобы включить компьютер, но, кроме того, отпечаток пальца – это уникальный такой знак, который соответствует конкретному человеку. И вот этот индивидуальный подход в образовании, он может быть осуществлен за счет виртуальных лабораторий, где можно полностью программу подстроить под ваши потребности. Для этого существуют интерактивные курсы онлайн. Я считаю, что неправильно на сегодняшний день пользоваться разрозненной информацией отовсюду по чуть-чуть, и на выходе, собственно, мы не понимаем, а что у нас есть в голове, насколько мы повысили свой уровень знаний в том или ином предмете, в данном случае говорим про английский язык. Очень приятно, что очень много преподавателей, потому что, в общем, от вас зависит то, каким образом будет осуществляться обучение английскому языку сегодня в мире. Виртуальная лаборатория MyEnglishLab. Что это такое? В картинке вы можете увидеть, что это несколько функций, соединенных на одной платформе. Это и возможность в классе работать, это и самостоятельная практика учащихся, это и возможность проверять то, что учащиеся делают самостоятельно, ну и способ как-то интегрировать эти задания в учебный процесс и как-то их менять под свои нужды, под свою аудиторию, либо индивидуально под себя, если вы занимаетесь по самоучителю. Что есть в виртуальных лабораториях? Это и подготовка к международным экзаменам. Зачастую вот к нам в Pearson Lining Studio приходят люди, которые говорят, я хочу сдать IELTS, или я хочу сдать TOEFL, или мне очень хочется сдать Pearson Test of English для того, чтобы поступить в зарубежный ВУЗ. Что для этого нужно? Платформа предоставляет возможность вам создать свое студенческое индивидуальное пространство и использовать ресурсы по своему усмотрению интерактивно. Что значит интерактивно? Что бы вы не выполняли, может быть проверено программой, и вы тут же получаете реакцию программы, то есть что вы сделали правильно, что вы не сделали, и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. Начну с пособия MyGrammarLab и, соответственно, лаборатории виртуальной MyGrammarLab. С одной стороны, это печатное издание, с другой стороны, это онлайн-продукт. В каждой книжке, вы видите, содержится по два уровня. А1, А2 это зависимый пользователь языка, когда вы, в общем, еще не можете самостоятельно пользоваться языком и полноценно осуществлять коммуникацию, но все же вы знаете базовый уровень языка. Вот этих уровней А1, А2 достаточно для того, чтобы сдать ОГЭ, например, экзамен девятого класса. Если мы претендуем на то, чтобы показать знания на ЕГЭ, едином государственном экзамене, и стать независимым пользователем языка, то необходимо освоить уровень B1, B2. Ну и для преподавателей я очень рекомендую пособия, которые доходят до уровня C2, C1, C2, Advanced. Это уже не базовый язык, это уже нюансы в языке и всевозможные сложности, с которыми сталкивается пользователь, который говорит свободно на языке и хочет звучать действительно как носитель. В каждой книге есть код доступа под серенькой, такой серебристой защитой на форзацию учебника. Этот код активируется на платформе, которая прямо прописана, вы видите, на книге www.mygramalab.com. Вы входите на эту платформу и там регистрируете этот код. Сразу скажу, что для преподавателей инструкторская лаборатория на платформе MyEnglishLab бесплатная. Ее подключают сотрудники Pearson, в том числе и я. Электронная почта указана в этой презентации на первой же странице. Вы можете написать запрос «Хочу иметь такую лабораторию инструкторскую, потому что я преподаватель». Меня интересует такой-такой возраст или такие-таки цели преподавания. Обычно преподаватели указывают либо те классы, в которых преподают, либо возраст тех учеников, с которыми работают, для того чтобы вы могли сориентироваться, что конкретно вам нужно. Что касается учеников, изучающих язык, для того чтобы понять, какую книгу, какую лабораторию вам выбрать, вам, конечно, нужно знать свой собственный уровень языка. Вот можете ли вы сегодня сказать с легкостью, сколько слов в языке и грамматические структуры в английском языке вы уже хорошо освоили и знаете, и, соответственно, на какой уровень вам нужно ориентироваться, выбирая лабораторию. Если нет, то нам необходимо протестировать свой уровень. И для этого на платформе MyEnglishLab существует такой продукт, который называется Placement Test. Placement Test четко покажет вам, на каком уровне вы сейчас находитесь. Я в общий доступ сегодня разместила несколько видеофильмов, в том числе такой информационный видеофильм о Global Scale of English, GSE. Global Scale of English на сегодняшний день – одна из систем определения уровней. Вы, наверное, знаете, что в свое время Россия подписала баллонские соглашения, согласно которым мы перешли в нашем преподавании на баллонскую систему. Ну, яркий самый пример, наверное, то, что у нас больше нет специалитета. Мы перешли в 2010 году окончательно на высшее образование в виде бакалавриата и магистратуры. Ну и, соответственно, мы уже измеряем уровни владения языком, не исходя из того, что человек знает на каждом уровне, как это было во время, когда я, например, училась в школе и в институте, а то человек умеет делать, так называемые can-do functions. И, соответственно, вот мы уже говорим в большей степени не об уровнях start, elementary, pre-intimidate, intermediate, up, intermediate, advanced. Мы уже говорим, распределяя уровни по буквам, вот то, что показано на этом слайде, A1 до C2, или по global scale of English, в котором знания наши распределяются по шкале от 10 до 90. Считается, что меньше, чем 10 баллов у нас сейчас никто не знает, потому что есть масса международных слов, которые присутствуют, например, в русском языке английские слова по происхождению, либо французские слова, и все их знают, и могут догадаться о значении. Ну и выше, чем 90, вряд ли знают даже носители языка. Когда мы рассуждаем о том, сколько слов знает человек, то есть несколько способов, пирсон их тоже предлагает. Например, вы же не будете писать в списочек слова и считать, сколько слов вы знаете, чтобы понять, вы независимый пользователь или нет. В идеале, если вы знаете, попробуйте написать цифру, сколько слов вы должны знать на английском языке, чтобы считать, что вы независимый пользователь в языке. Мне просто интересна ваша реакция в этом смысле. Есть у нас ответы? 3000 слов, спасибо. Действительно, 3000 слов, это идеально. 10 000. 10 000 – это круто. Итак, выпускник школы, чтобы сдать ЕГЭ идеально, на высокий балл, должен знать 2000 слов. Считается, что мы в родном школе знаем порядка 7000 слов, когда заканчиваем вуз. Имеется в виду знание активного словаря. Соответственно, к этому надо стремиться. Соответственно, в иностранном языке 3000 слов – это действительно замечательно для активного словаря. Я не говорю о пассивной лексике, которую мы где-то слышали, в принципе, догадаемся по контексту. А вот активно использовать сами в речи, если мы используем 3000 слов, то считается, что мы независимые пользователи в языке. Как себя проверить? Во всех лонгмановских словарях, а Лонгман – это, собственно, то издательство, которое вошло в состав Пирсман еще в 1968 году, так вот, лонгмановские словари в пояснениях используют 2000 слов. Это значит, что вы можете понять любое слово в монолингвальном словаре, если у вас есть в запасе 2000 слов. Например, вы читаете определение слов «definitions», и вы понимаете абсолютно все, значит, 2000 слов у вас есть. Если нет, есть над чем работать и существует для этого специального vocabulary training, в том числе и в виртуальных лабораториях, где можно увеличивать свой словарный запас. 3000 слов во всех словарях Лонгман выделены красным цветом. То есть, если вы видите, что слово красное, значит, его обязательно нужно знать. Оно обязательно для закрепления, изучения, запоминания. Для преподавателя платформа бесплатная, для студентов, безусловно, да. Код к каждому покупается. Он не очень дорогой. Я должна сказать, что онлайн-платформа для студента работает два года. Соответственно, два года безграничного использования возможностей конкретного курса. Вот, допустим, перед нами сейчас My Grammar Lab Intermediate, уровня B1, B2. Для того, чтобы освоить этот уровень, разработчики вам предоставляют два года. Я думаю, вы освоите гораздо быстрее, в зависимости от того, что вы проводите в виртуальной лаборатории. Вот именно в этом, по стоимости примерно тысячу рублей может стоить код для работы в течение двух лет. Здесь абсолютно вся грамматика на данном уровне. Причем каждый модуль тематически состоит из примерно пяти юнитов. Каждый юнит состоит из нескольких грамматических тем одного направления. И в каждом юните от одного до пяти видеообъяснений грамматического материала. Все видеообъяснения на английском языке, на очень красивом английском языке. My Grammar Video Teacher объясняет вам материал. Но при этом в реальных жизненных ситуациях очень понятно. Вы сначала слушаете правила, потом вы видите еще текст на экране. Проговариваются правила этим преподавателям подробно еще раз. И перед вами все грамматические конструкции прописаны и разъяснены. И после этого вы можете выполнять уже упражнения, которые интерактивны. Practice Exercises, практические упражнения, они дают понимание, как навык усвоен, как система усвоена. Когда вы нажимаете на кнопочку «Отправить», вы видите сразу же результат. То есть фидбэк моментальный. Чем хороша виртуальная лаборатория? Это автоматически с моментальной проверкой. Для учеников это важно, потому что не нужно ждать, пока кто-то проверит, поставит тебе оценку. Ты сразу видишь, что правильно, что нет. Там, где неправильно, будут крестики красные. И облачко, на которое человек нажимает и смотрит на все, обратите внимание, либо какое правило нужно еще раз послушать, либо почитать в учебнике. А если ответ правильный, значит зеленая галочка. Ты понимаешь, что можно двигаться дальше. Каждое упражнение оценивается из расчета 100 баллов. Вход в каждый модуль – это диагностический тест. То есть, допустим, выбираем тему. Возьмем тему «Прилагательное». Что в «Прилагательном» я должен знать? Показывает диагностический тест. Если вы диагностический тест на 1б2 выполнили сразу на 100%, это значит, что вы этот уровень уже освоили, вам нужно брать учебник более высокого уровня. Если же тест вводный, вот этот диагностический, показывает, что у вас там меньше 50%, вы понимаете, какие темы у вас западают по крестикам. Собственно, видно, на какие юниты нужно будет обратить внимание. Потом в течение работы над модулем у вас будет еще два «Прогресс-тест» и в конце «Экзит-тест» на выходе. Итоговый тест, который показывает ваши знания. Таким образом, вы все время себя можете оценивать. Теперь несколько слов о возможностях преподавателя здесь. Если у нас книга с ключами, как вот у меня на слайде, «With Key», то это самоучитель. То есть в этой книге человек сам полностью руководит своим учебным процессом. Я сама решила освоить всю грамматику английского языка на уровне B1-B2. Я как-то распределяю свое время, понимая, что два года у меня действуют. Но я, например, поставила себе цель, что я за полгода этот уровень освою, буду продвигаться дальше. Здесь, в общем-то, все бы хорошо, за исключением того, что нет волшебного пинка, как иногда у нас в России говорят. Никто меня никак не стимулирует, не мотивирует. Я сама себе хозяйка в этом учебном процессе. Многие ли из изучающих язык, которые рьяно взялись самостоятельно за изучение и дошли до такого высокого логичного уровня, скажем там, до C2, даже из преподавателей. К сожалению, в жизни это редко бывает. Есть так называемая система e-learning, то есть обучение через интернет. А есть понятие blended learning. Так вот, виртуальные лаборатории предлагают именно вот это второе решение задачи. Blended learning – это сочетание. Мы с вами общаемся с преподавателем, и мы обучаемся в интернете. И если все три составляющие, то есть самообучение, самостоятельная практика, общение с преподавателем, face-to-face learning и, кроме того, взаимодействие в интернете с преподавателем в том числе. Вот зачем нужна, собственно, инструкторская виртуальная лаборатория. Для этого, вот на примере книги My Grammar Lab, нам нужна будет книга без ключей. Но дело не в том, что в ней нет ключей, по которым вы упражнения можете проверить. Дело в том, что у этой книги код на сайт другого плана, for class use, так называемый. И в этом случае студентка, который приходится к виртуальной лаборатории, студенческой, он может у себя в настройках, в личном кабинете присоединиться к конкретному преподавателю. Что в этом случае происходит? Преподаватель видит всех студентов данной группы, данного уровня. В каком смысле видит? Видит их прогресс, видит их результаты моментально, в ту самую секунду, как только нажата учеником кнопка «Отправить». Задание отправляется, понятно, в пространство, тут же автоматически проверяется. И результат этой проверки видит и ученик, и преподаватель. На слайдах в дальнейшем я буду показывать, как это все будет осуществляться. И вот, собственно, за основу всего Пирсон взял как ситуацию, когда не замена преподавателя идет интернет-технологиями, а поддержка преподавателя. Нам необходимо ввести сегодня время на такое личное face-to-face, личное общение между преподавателями и студентами, изучающими язык. Blended solution, blended learning solution в этом именно заключается. На уроках время нужно на общение. Преподаватель может ввести материал, в дальнейшем отрабатывать его за счет общения, за счет коммуникации и временную коммуникацию. Практически все. Вот те упражнения, которые в английском языке называются drilling exercises, на зазубривание, на отработку, на запоминание, вот они могут быть вынесены в интернет. И в этом смысле поддержку преподавателям оказывает как раз виртуальная лаборатория. Это интерфейс регистрации. То есть когда вы берете код из книги, он вводится в специальное окошко, и в дальнейшем вы регистрируетесь, получаете логин и пароль. Преподаватели получают обычно письмо от сотрудника Pearson на свою почту, в которой в письме дается подробная инструкция, как войти на сайт и какой логин, пароль ввести. Если вы будете писать нам письмо с запросом подключить вам в виртуальную инструкторскую лабораторию, можно сразу указать желаемый логин и желаемый пароль, для того чтобы мы не навязывали вам какие-то свои варианты. нужно будет в заявке обязательно указать либо учебное заведение, либо, например, то, что вы частный преподаватель, и имя и фамилию по-английски для того, чтобы в вашем личном кабинете они правильно были написаны, так как вы привыкли видеть свои имена. Когда мы входим уже в видеологин и пароль, вот так выглядит, собственно, хоумпейдж. Мы сразу попадаем на страничку «Задание». Assignments – это задание, которое преподаватель может назначать студенту. В случае, если это self-study, то эта страничка отсутствует, у нас сразу идет курс. Задание вынесено специально на хоумпейдж, для того чтобы было удобно не пропустить ученикам что-то, что было задано преподавателям, а преподавателям не пропустить что-то, что нужно проверить. Справа на страничке вы видите вариант «See Report». Это у преподавателя такой вид. Вы можете посмотреть отчет того, как и что сделали студенты. Но можно и сразу видеть многое за мной страниц. Вы видите, например, «Тест назначен», и внизу идет число студентов, 19 студентов, и ноль из них выполнили. То есть как только здесь цифра будет меняться, каждый студент, который выполнит, он, соответственно, появится здесь в этом окошечке, и уже тогда будет смысл смотреть отчет. Опять-таки, задание задавать, извините за тавтологию, не обязательно всегда. Можно, например, из курса работать. Это будут «Practice Exercises», а не «Assignments». Чем хороша виртуальная лаборатория? Она позволяет вам работать в том количестве, в той степени использовать все ресурсы, как вам это удобно. Я имею в виду преподавателей и студентов. Когда мы входим в курс, вот здесь уже касается и тех, кто просто изучает. Вот вы, например, купили код не в MyGramoLabs, который я начала, а в Expert IELTS, и готовитесь к экзамену, который доведет вас как минимум до результата 7.5. Этого результата достаточно для того, чтобы поступить в любой европейский вуз. Ну, почти в любой. Мы знаем, что уровни могут быть до 9. Эта платформа позволяет вам подготовиться и на результат 9, но как минимум 7.5. Если вы все здесь будете выполнять на 100%. Все виртуальные лаборатории так устроены, что вы достигаете результата 100% и в каждом конкретном упражнении, и в каждом конкретном тесте или контрольной работе. Вот что касается Expert IELTS. Что мы видим? Мы сразу видим все модули слева. Мы можем модули проходить по порядку, по одному. Мы можем модули в перемешку. Например, какая-то тема нам хорошо знакома, мы не хотим на ней останавливаться, мы можем следующую выбирать и так далее. Ну и в конце видим тесты и IELTS resources. То есть мы еще можем распечатать, например, бланк ответов, как он выглядит на экзамене. Мы можем просмотреть видеообъяснение того, из чего состоит экзамен и каждый раздел экзамена, и выполнять всякие упражнения на все абсолютно виды речевой деятельности. Этот курс содержит в себе сочетание всех видов речевой деятельности, не разделяя их. То есть здесь будут задания на аудирование, и задания на чтение, и задания на лексику, грамматику, и задания на говорение, и задания на письмо. Письменные всевозможные задания, на которые вас настраивает эта программа для того, чтобы подготовиться к экзамену. Слева вы видите все модули, а справа, соответственно, как только вы нажимаете на какой-то модуль, вы видите юниты, либо разделы. Нажимая на стрелку, вы открываете упражнения. До тех пор, пока у вас не появится справа опция «Открыть». Открыть конкретное упражнение. Еще вот в данном случае мы смотрим на страничку в виртуальной лаборатории преподавателя, поэтому мы видим в правом верхнем углу такую опцию «Switch to student view». Эта опция очень удобная для преподавателя, потому что таким образом вы можете посмотреть глазами ваших студентов на эту лабораторию и сами выполнить задания, прежде чем их задавать своим ученикам или студентам. Затем можно назад вернуться в режим преподавателя. В режиме преподавателя все упражнения уже выполнены, и, соответственно, вы видите сразу ответы, и поиграться там уже не получится. Что можно в этом курсе делать? Можно выбрать студентов, которым вы задаете это задание. Например, у вас большая группа. В чем индивидуализация у Пирсона? Вы можете разные задания назначить разным студентам. Например, если у вас «Mixstability Group», группа с разными способностями, и вы понимаете, что один ученик сильнее, другой ученик слабее, вы можете не всем назначать какой-то тест или какое-то задание, таким образом мотивировать своих студентов. Вы можете установить крайний срок выполнения задания. Вы можете даже установить время, которое дается на выполнение каждого упражнения. Ну и потом, когда задания выполнены, вы можете перейти в «Gradebook», в журнал успеваемости и отсмотреть из всех имеющихся упражнений, сколько учеником выполнено. Если вы будете смотреть слева на конкретные модули, то вы будете видеть в каждом модуле, какой результат, сколько упражнений выполнено. Ну а правая колонка вы видите результаты тестов, то есть контрольных работ. Кроме того, у меня эта правая колоночка выстроена еще и по рейтингу. Эта функция довольно удобная, когда вы хотите мотивировать, ну так, может быть, жестко достаточно, показывая всем результат. Но мы живем в таком мире на сегодняшний день, где рейтинговая система, в общем, присутствует везде. И чтобы люди, которые пришли в ВУЗ, не были шокированы сразу, может быть, со школы есть смысл к этому приучать. У меня была практика работы в школе в течение 22 лет. И вот, например, с 2014 до 2016 года у меня был как раз 8-9 класс. Вот я здесь показываю вам пример этого 9 класса, который работал по ЧОИС спринт-эмиде, это готовился к экзамену ОГЭ. Я приходила, и урок начинала с того, что показывала им их рейтинг. И это очень стильно мотивирует, когда ты видишь, что у тебя там 17-27%, а вот у кого-то, собственно, 88%. Но еще вы видите, что левая колонка, она вся зелененькая. То есть все... Это практические упражнения, которые можно выполнять неоднократно. Что еще хорошего? Когда вам задан какой-то модуль, вы можете выполнять упражнения 5 раз, например, для того, чтобы добиться 100% результата. А уже вот тест, он имеет только одну попытку. Ну, либо ограничено количество попыток преподавателям. Можно потом переназначать тест, но вот сходу все должны понимать, что если я списываю или у кого-то смотрю, или с справочником выполняю 3 часа эти упражнения, которые должны были за 15 минут быть выполнены, то, собственно, тест покажет все равно вот этот мой провал. Понятно, что если язык дается сложно, то результат будет хуже, но всегда есть возможность ученика тогда сравнивать с самим собой. И кто-то, кто очень слабо показывает уровень знаний в начале изучения и работы в виртуальной лаборатории, потом может вполне выровняться и выйти на какой-то более высокий результат. В данном случае в этой табличке, если нажать на конкретное имя конкретного ученика, то вы увидите его прогресс по всем юнитам, в том числе и в практических упражнениях. И не бывает такой ситуации, когда во всех практических упражнениях идет 100%, а в тестах вдруг 27. 27 говорит о том, что упражнение сделано всего ничего, либо они сделаны недостаточно количества раз или недостаточное количество баллов ученик набирает, либо делал с помощью. Вот в моем конкретном случае вот эта красная полосочка говорила о том, что там постоянно ученик работал не самостоятельно, и как только тест, сразу провал. Увы, так тоже бывает. Но опять-таки, а шанс для продвижения и улучшения на фоне самого себя все равно всегда есть. Видно также, кто вообще не приступал, не выполнял. Если далее нажимать вот с левой стороны на конкретный урок и на конкретное упражнение, то мы увидим вообще весь результат по всем упражнениям у данной группы, либо у данного ученика. И как только мы видим слово «Submitted» выполнено, то на это слово можно нажать, и тогда вы видите, как выполнено. Вы полностью увидите все упражнение, чего оно состояло, и какие ошибки данным учеником или учениками были сделаны. Теперь о функциях таких более широких. Программа позволяет вам задавать и письменные задания, такие мини-сочинения или личное письмо, в данном случае это уровень elementary. Ученик записывал вопросы, которые были. «Think of some questions that you would like to ask your classmates». Соответственно, человек задавал вопросы. При этом у нас тема, unit 50, мы видим сверху, «Present perfect for past experiences». Соответственно, задавая вопросы, человек должен был использовать эту грамматическую конструкцию, а не просто какие-нибудь вопросы задавать. и проверяя инструктор или преподаватель, он, соответственно, держит это в голове, что вот эти грамматические конструкции должны были быть употреблены. И правильный порядок слов для вопросительных предложений, я не говорю уже о содержании. Теперь мы видим еще на картинке, что проверка может осуществляться преподавателем не просто по принципу, я вот столько баллов поставлю, но и вычленить, какого типа ошибки сделаны. Цветом можно показать. То есть я сначала нажимаю на иконочку цвета, то есть вида ошибки. Это general mistake, это grammar mistake или что-то еще. И потом выделяю нужное слово. И далее могу внести правильный вариант исправления. Тогда ученик будет видеть даже просто по цвету, на что конкретно были сделаны ошибки. Вот в данном случае уже проверено предложение, и вы видите, что было две грамматические ошибки, а одна ошибка на пунктуацию красного цвета. И если нажать на это выделенное слово, там будет специальный такой флажок, то ученик тоже будет видеть мною исправленное задание. Сначала кажется, что это сложно, и тогда преподаватель просто может не задавать такие упражнения. Понятно, что когда мы используем программу for self-study, мы писать такими не сочинениями не будем, потому что некому их проверить. Есть у Pearson Zaki виртуальные лаборатории, в которых есть проверка письменных работ, автоматическая проверка даже сочинений. Называется, кстати, эта программа Placement Test. Есть причем Placement Speaking Test. Это самый такой основательный тест. он проверяет не только Speaking, он проверяет все навыки, включая Speaking. То есть даже говорение проверяется в автоматическом режиме, что очень удобно, потому что полностью исключен какой-то субъективный подход в оценке знаний. Программа очень совершенна в этом смысле. Ну и Writing тоже самое. Там включено. То есть тогда и сочинение додумались сделать так, что машина может оценить и сочинение. К сожалению, в большинстве виртуальных лабораторий, таких как MyGrammarLab или MyIELTSLab, нет автоматической проверки письменных и заданий по говорению. Соответственно, нужен преподаватель. Но опять-таки, настолько много Practice Exercises, которые автоматически проверяются, что если вам, например, кажется, что у вас недостаточно для этого времени, вы не сможете входить и каждого ученика вот так четко выверять, то просто не задавайте такие задания. Задавайте те, которые практические, которые проверяются автоматически. Ну вот, например, проверено задание ученика, и этот так называемый report, отчет пойдет и ученику. Тоже он сможет посмотреть, в чем были его конкретные ошибки. Должна сказать, что нам очень часто кажется в упражнениях, что ученик все очень хорошо усвоил. Мы устно его спрашиваем, в рамках урока спрашиваем, все замечательно. Но как только даешь вот такое даже мини-мини сочинение, оно сразу выявляет какие-то пробелы, которые все-таки остаются у ученика в голове. Это вот как раз тот случай, когда blended learning необходимо, когда нужно, чтобы личное общение потом состоялось, и какие-то пояснения, дополнения были внесены. Еще одна функция виртуальной лаборатории заключена в настройках, notifications. Это функция на случай, если вы работаете с группой и хотите понимать, что ваши ученики выполнили задание, вам на электронную почту будет приходить сообщение, что вам необходимо что-то проверить, например, чтобы вы не забывали заходить на платформу, или вам не надо было заходить туда зря, если там еще ничего не сделано. Ровно как и учеников, если они включают функцию notifications, то именно на электронную почту приходит автоматически сообщение, что преподаватель что-то задал, чтобы вам не забыть. Но эта функция совершенно не обязательно, вы можете просто закрыть все вот эти зелененькие окошечки для того, чтобы ваша личная почта не засорялась лишней информацией, если вы на сайт MyEnglishLab заходите и так, и без этого. Дальше я показываю вот settings, настройки, где можно создавать группы. То есть, а как же так получается, что ученики появляются в моем журнале успеваемости вот здесь онлайн? Для этого эти группы нужно создавать. Существует так называемый cost management. Да, кстати, вот не сказала, на слайде видно, что в верхней строке меню, что язык управления сайтом у меня стоит английский, English, мне так удобно. Но если вам удобнее, и вы, например, изучаете английский язык самостоятельно и купили себе вот такую лабораторию, такой код доступа, если вы считаете, что вам удобнее, чтобы был русский язык управления сайтом, и не путаться, где у меня тут настройки, где у меня еще какие-то термины, то вы можете поставить русский язык управления сайтом и избежать каких-то там недопониманий технической точки зрения. Кроме того, следующая же иконочка возле слова English вверху справа – это Help, или в русской версии будет написано прям помощь. Туда можно нажать и там рассмотреть все возможные возникающие у вас вопросы. Там есть и видеоинструкции о том, как выполнять, как задавать, как создавать группы, как найти видео, как найти объяснение, как присоединиться к группе, как зарегистрироваться на платформе, как найти код и так далее и тому подобное. То есть все мыслимые и немыслимые вопросы, как в виде просто написанного текста и инструкции, прямо на русском языке, ну или на английском, как вам больше нравится. И такие маленькие рекламные видеофильмы, объясняющие, как и что делать, как и что должно происходить. В письме при подключении к виртуальной лаборатории преподавателя мы обязательно указываем ссылочки на видео для регистрации учеников, для присоединения к группам и так далее. Но уже в процессе работать все равно какие-то нюансы могут возникать, и вот эта кнопочка Help, она очень хорошо может поддержать вас. Кроме того, там же в этом разделе Help есть кнопочка такая Contact Us. И всегда можно написать прямо имейл разработчикам сайта, если у вас возникают какие-то технические проблемы, что-то вам нужно изменить, или, например, вы нашли какую-то ошибку в заданиях. Такое тоже случается редко, но все-таки бывает. В этом случае не нам стоит писать письмо, а вот прямо туда Contact the authors of the product авторов. Идем с вами дальше. Вы видите ярко-синим цветом выделенные функции Join a course, присоединиться к курсу Create a new course, либо Add a product. То есть любой человек, который получил себе виртуальную лабораторию, и вот вы уже в виртуальной лаборатории работаете, например, по My Grammar Lab, и вдруг вы захотели еще какой-то добавить учебный курс, скажем, появился совсем недавно замечательный курс для подготовки к любым международным экзаменам, в том числе и нашим российским экзаменам, замечательный курс Focus. И вы захотели себе этот курс. Вы студент. Соответственно, вы, например, купили вот такую книжечку Focus. Четвертый уровень как раз идеален для того, чтобы подготовиться к ЕГЭ. И в этой книге у вас есть My English Lab внутри код, и вы, соответственно, нажимаете Add a product у себя в лабораторию и вводите этот новый код. И у вас появляется новый курс. Соответственно, при нажатии на кнопочку «Курс» вы в дальнейшем будете просто выбирать, в каком курсе вы сегодня будете работать. В My Grammar Lab в грамматике, либо в фокусе для того, чтобы отрабатывать лексику главным образом. Например, учебный курс Focus доводит до уровня C1. Это один из наиболее сильных и высокого уровня у учебников, которые на сегодняшний день существуют для подростков. Ну, вплоть до, думаю, 18 лет будет точно интересно. Там очень содержательные Grammar Animations, и там очень содержательный раздел Speaking Practice с интерактивными видео. И эти интерактивные видео включены в виртуальную лабораторию, что тоже очень интересно. Можно купить код отдельно, то есть не покупая учебника, только код. Но если вы работаете полноценно по курсу, то, соответственно, у вас учебник и код доступа в виртуальную лабораторию. Теперь, возвращаясь к преподавателям, вот средняя, вот эта ярко-синяя опция Create a new course, она для того, чтобы вы создавали новые курсы, то есть новые группы. Группа может быть как для многих студентов. Вот видите, у меня здесь в лаборатории в какой-то группе Number of Students по центру идет колоночка цифр 11 учеников, прикреплено к группе в какой-то 7, в какой-то 14, в какой-то 1. То есть вы можете индивидуально под частного ученика создать отдельную группу и, соответственно, ее отслеживать в процессе работы с данным конкретным учеником. Теперь о формате упражнений. Они очень разные. Что делает процесс обучения необыкновенно интересным, увлекательным, и тебе не становится в процессе обучения в школе. Не делаешь все время одно и то же. Преподаватели сами что выбирают? Поясните, пожалуйста, вопрос. Просто увидела вопрос, преподаватели выбирают. Значит, формат упражнений. Вот видите, здесь это matching exercises. Вы соединяете, просто кликаете мышкой на часть приложения и на вторую. А, преподавателя, кто выбирает. Ну, как правило, речь идет о том, что преподаватели имеют учеников. Например, вы в учебном заведении работаете с классом и хотите усилить качество. Соответственно, вы обращаетесь к виртуальной лаборатории. Например, у вас всего три часа в неделю, а вам нужно подготовить к ЕГЭ. Но любому понятно, что это нереально. И, на мой взгляд, не вариант отправлять по репетиторам учеников. Все-таки виртуальная лаборатория позволит вам вынести всю автоматическую работу на отработку, на задобривание каких-то языковых явлений, на тестирование те же. Кроме того, домашнее задание не будет съедать у вас время во время уроков. Возвращаясь к формату упражнений. Упражнение может быть, где нужно что-то впечатать. Упражнение может быть с видеообъяснением. Вот то, что я говорила, My Grammar Video Teacher. Действительно, очень хорошие носители языка для того, чтобы давать видеообъяснение. Вы сначала в какой-то реальной жизненной ситуации видите этого учителя, который просто выдает тираду такую на английском языке, а потом это тирадо уже облачается в такие формы видеообъяснения грамматического материала конкретного. Идут фразы и примеры. Итак, если вы думали, что грамматика – это скучно, то подумайте еще раз, обратитесь в виртуальную лабораторию, и вы поймете, что может быть все гораздо интереснее. В общедоступные ресурсы я сегодня разместила видеофильм, он называется Final Cut, о виртуальной лаборатории и об отношении к процессу изучения грамматики, потому что My Grammar Lab появилась именно в первой лаборатории. Сегодня уже практически все современные курсы Pearson содержат этот компонент. В каталоге он прописан как MEL – My English Lab. Если вы видите этот значок MEL, значит, этот компонент есть у учебного курса. Это касается для, например, начальной школы Big English. Изумительный курс с виртуальной лабораторией с первого уровня начиная. У стартового уровня еще нету MEL, потому что дети слишком маленькие для этого. А у первого уровня может быть такое занятие с учетом MEL. У Low Secondary – это Next Move, Choices, Focus. Это Roundup наши знаменитые, хорошо известные книги по грамматике, теперь содержат My English Lab этот компонент. Ну и дальше вузовские продукты. Это и Market Leader, Language Leader, Speak Out, на мой взгляд, на сегодняшний день лучший учебник по General English. Мы проводим у себя в персональной институте занятия и открытый Speak Out Club каждый вторник в 7 часов, куда люди могут приходить просто для того, чтобы учесть учебные занятия по этому учебному курсу Speak Out. Это может быть и Total English, который тоже содержит MEL, и совершенно новый курс по бизнесу, называется Business Partner, который в России еще не продается, он появится только в сентябре. Я надеюсь, вам очень понравится. Кто преподает бизнес английский, обратите на него внимание. Market Leader, конечно, наше все на основе Financial Times, которым раньше владел Pearson, но бизнес Partner будет в руке в смысле видео и в смысле подходов в обучении и создания самой виртуальной лаборатории и ее содержания. Итак, подводя такие предварительные итоги, на что учитель обычно тратит время зря на проверку домашних заданий. Если делать это в классе, вы отнимаете время от общения с вашими учениками. Если делать это дома, то, собственно, это и утомительно, и требует времени, и вас из дома могут выгнать, собственно, и семья требует вашего внимания, и работать надо хорошо, а не до ночи. И, собственно, виртуальная лаборатория именно это помогает сделать. Экономит вам время, потому что автоматическая проверка и автоматический ответ и комментарий того, что сделано, это очень важно. Возможность отследить результаты сразу же, и любое тестирование становится интереснее и быстрее. Мы за те же 40 минут получаем идеальные результаты. Что самое интересное, вот посмотрите, под Check Your Progress 5 и под Data мы видим такую замечательную опцию Common Error Report. Это возможность сразу проанализировать результаты группы. Вы видите все ошибки, которые были сделаны группой. Кроме того, у вас программа покажет, что за ошибку сделали, как надо было и кто из ваших учеников сделал. И если вы, например, по какой-то теме, там, множественное число существительных, получили, что все дети от слова Child не смогли образовать множественное число, правильным образом, а добавили S, например, ну, значит, наверное, вы плохо объяснили. Если вы видите, что из 18 человек 18 сделали эту ошибку, значит, это ваша проблема, а не проблема учеников. А если вы видите, что 1-2, значит, им просто нужно индивидуально задать тренировочное Practice Exercise на эту тему, чтобы понять, что было не так. Вот видите, у меня здесь все ученики показаны. И дальше идет Common Error Report. Предлог FOO нужно было поставить, а поставили SINCE. И я вижу справа 1, 2, 3, 4 ученика сделали ошибку на эту тему. Или потом GETS нужно было написать. Потеряли третье лицо единственного числа. Тоже 4 ученика из группы 18 человек. И я понимаю, что именно этим людям я должна дать индивидуальное задание. Теперь подробнее о Roundup, потому что он наиболее известен, этот курс, в России. И только в 2017 году появилась в виртуальной лаборатории. Вот такой краткий обзор, что у нас теперь есть. И в уровнях 4, 5, 6 появились экзаменационные задания подготовки к ОГЭ. Там прямо готовые тесты. И ЕГЭ. То есть кроме того, что вы весь материал можете предоставить по подготовке к этим экзаменам, вы еще и можете просто форматные тесты задать, и они автоматически будут проверены. Видим, какие компоненты есть. Тесты к ЕГЭ только в 6 уровне. Обучение с виртуальной лабораторией становится более увлекательным. и больше мотивирует ваших учеников к получению результата. Что для учителя важно? Получение информации, которую не нужно с тратой времени самой каким-то образом вычленять, проверять по ключам, анализировать, составлять отчеты. А сразу можно ее получить. Ну, вот эти слайды вы сможете перечитать, пересмотреть в дальнейшем самостоятельно, потому что презентацию я вам разместила в общий доступ в виде PDF-файла. Такого вы можете ее скачать и использовать в своей работе. Еще раз про Common Error Report. Насколько это удобно и видно сразу, кто из учеников нуждается в помощи по каждой конкретной теме. По формату упражнений в раундапах много игр, и они вынесены тоже в онлайн-версию. Больше мы уже не выпускаем эти учебники с диском, как это было раньше. Поэтому упражнения и игры перенесены в такой онлайн-формат. Это может быть и кроссворд, это может быть и любой формат другой упражнений. Итак, я готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Что касается взаимоотношений учителя, в данном случае это не платформа, на которую кто-то выходит и ищет тут учителей. Нет, это работа ваша с вашими учениками, я имею в виду преподавателей. Вы рассказываете о таком компоненте учебного процесса вашим ученикам, они покупают код доступа, регистрируются на платформе и подключаются к вашей конкретной группе. Будь то частные учителя, учителя в школах, в языковых школах, либо в вузах. Это те люди, которых вы знаете, с которыми вы продолжаете общение. Иногда это бывает и для онлайн-обучения используются платформы Skyeng, например. Кто-то по скайпу занимается и в дальнейшем просто подключает этот компонент дополнительно. Но это те люди, с которыми вы связаны лично. Еще раз повторюсь, это для blended learning solution, а не для абсолютного исключения личного общения из процесса обучения. Стоимость может быть разная в зависимости от компонента. У Pearson есть эксклюзивный дистрибьютор в России. Это компания Language Просвещение. Если вы наберете lang.fisprosv.ru Я попрошу Галю или Анну напечатать сейчас в чате адрес и наш промокод от библиотеки для того, чтобы вы могли давать своим ученикам или покупать самостоятельно. Если вы находитесь в Москве, то на сайте lang.fisprosv.ru Если вы находитесь в регионах, то у вас есть дистрибьюторы Pearson в ваших регионах. Нужно просто найти, где конкретно. Как вы знаете, что у вас дистрибьюторы? У Pearson есть представительство Российской Федерации. Сайт Pearson.elt.ru Это адрес российского сайта. На этом российском сайте есть каталог и есть ссылка на дистрибьюторов в разных регионах. Также вы можете написать им на электронную почту russia-sobaka-person.com для того, чтобы выяснить то, чего. Или пишите мне на электронную почту, а на первой страничке презентации. Промокод, который вам написала сейчас Галина, позволяет получить 20% скидку на любой продукт, в том числе онлайн-лабораторию. Примерная стоимость 1000 рублей. Может быть 700 рублей, может быть 1200. Если это с учебником, то, соответственно, стоимость учебника плюс стоимость кода на сайт. Для других учебных предметов, да. Есть очень хороший курс, если о школах говорить, то это Wide World называется. Что-то вроде окружающего мира на английском языке. Это Low Secondary с 5 по 7, с 4, я бы даже сказала, их 4 уровня. С 4 по 8, наверное, даже класс. Если говорить о преподавании в вузах, вот то, что касается баллонской системы, то есть так называемый Higher Education List. Если вас интересуют книги на английском языке по другим предметам, то они входят, как правило, в этот Higher Education List. Я готова его вам прислать, чтобы вы могли изучить просто сам. По ISBN можно на сайте language-просвещения посмотреть, что это за книги. Они, как правило, электронные. И, соответственно, как их приобретать. С сентября нам обещают, что здесь в библиотеке иностранной литературы, в иностранке, заработает система Lending. От слова LEND – отдалживать. И вы сможете читать книги в таком семидневном доступе бесплатно. Выключить читателями иностранки. Но для этого нужно записаться к нам в библиотеку, получить WIDES card. И тогда уже у себя в личном кабинете вы получите этот доступ. На сегодняшнем порядке я даю демо-версии читать. Например, вы хотите почитать книгу по медицине какую-нибудь. Вы выбираете из этого High Education List конкретное наименование. Я присылаю вам на электронную почту возможность читать. Вы скачиваете себе программу A100. Это платформа Агрегион, через которую поступает электронная продукция Pearson. И вы можете... Что значит в тестовом режиме демо-версию? Книги, например, по медицине 1200 страниц. Вы можете почитать 70 страниц в течение 7 дней бесплатно в PDF-формате. Для лекций часто преподавателям бывает это удобно и востребовано. Ну, либо для того, чтобы оценить, насколько книга вам нужна, прежде чем... Ровно так же все возможные лаборатории, которые есть, их действительно очень много по разным направлениям. Можно попробовать использовать у нас в Pearson Learning Studio здесь, в иностранке. Вы приходите. У нас здесь 9 рабочих мест, компьютеров. Вы можете пройти уровневый тест. И мы можем предложить в соответствии с вашим уровнем и целями вам какие-то платформы, на которых вы можете поработать, и то, что вам понравилось, уже потом купить. Потому что понятно, что сразу... Что-то, о чем вы имеете малое представление, довольно сложно. А так вы поработаете, вы попробуете, и выберите то, что вам подходит. Что касается учеников. Вот на сайте Language Просвещения, либо у вашего... Можно купить код. То есть вы в поисковике набираете соответствующие учебные курсы, смотрите, где есть My English Lab, и смотрите, сколько это стоит, покупаете. Ученик получает на электронную почту информацию о покупке и на созданный аккаунт. Ученический аккаунт в этом случае, если покупается только электронная версия, то ученический аккаунт в этом случае приходит на электронную почту. То есть вы получаете логин и пароль и входите уже на сайт myenglishlab.com, вводите этот логин и пароль, и ваш кабинет уже создан, и ваш продукт там уже находится, который вы приобрели. Если вы покупаете книгу с кодом, то вы регистрируетесь. Вот я говорила о том, что есть видеоинструкции, как это сделать удобно, либо можно к нам прийти, мы подскажем, поможем, подключим, поможем создать вам эту виртуальную инструкцию студента. А уже дальше в настройках присоединяйтесь к группе преподавателя. Да, список для вузов. Вы мне пришлите на электронную почту заявочку, я вам отправлю, и, соответственно, вы выберете те наименования, которые вам интересны, я вам вышлю демо доступа. Пока вот у нас лендинг-проект не заработал, мы можем хотя бы демо доступ предоставить по вашей электронной почте, по вашему личному запросу. Если вы преподаватель не английского, но английский преподавать, да, пожалуйста, пообратитесь, мы вам сделаем инструкторскую лабораторию. Если ваш уровень языка позволяет вам работать с этой лабораторией. Просто для целей самостоятельного изучения языка инструкторская лаборатория, конечно, не годится, вы не сможете там не отслеживать свои результаты, не выполнять полноценно. Да, вы можете переключаться в Students' View и что-то там делать, но оно, во-первых, не сохраняется, во-вторых, повторных попыток. Для этого нужен студенческий продукт и студенческая лаборатория. Да, должна сказать, что нельзя в инструкторскую лабораторию добавлять студенческие коды в дальнейшем, которые вы покупаете. В инструкторской лаборатории полностью только бесплатный продукт. Если вы туда добавите код студенческий из книги, то лаборатория будет испорчена, она потеряет функции инструкторской. Нет книгу не обязательно покупать. Вот кто-то спрашивает, обязательно ли покупать книгу. Если вы видите, что продается отдельно код, стендалон, так называемый, вы можете купить только код. Что касается, например, MyGrammaLab, я бы не рекомендовала отдельный код покупать, если у вас нет книги, потому что книга и лаборатория виртуально не дублируют друг друга. В книге есть напечатанные объяснения материала, и они совсем не так излагаются, как это излагается в видеообъяснениях в виртуальной лаборатории. То есть это два разных подхода, я бы сказала. Дальше. Тренировочные упражнения после каждого объяснения в книге, их там 5-6, например, они не повторяются в виртуальной лаборатории. В виртуальной лаборатории порядка 1200 упражнений на каждый уровень. На каждую книгу. Вот книга Elementor, которая А1, А2, 1200 упражнений в этом уровне. И так далее. Ну, не менее чем 955. То есть это в 5 раз больше, чем содержится в книге. Получается, что вы, например, на уроке работаете с книгой, вы объяснили сами, вы почитали в книге правила, вы выполнили все практические упражнения. И дальше, прямо внизу странички, у вас написано For more practice go online. И дальше вы понимаете, что онлайн вы еще смотрите видеообъяснения, и дальше выполняете еще в 5 раз больше упражнений на данную тему. А еще, что здорово в этом смысле, часто ученики, слушая нас на уроке, все понимают, потом приходят домой и не могут выполнить упражнения, потому что забыли. Так вот, здесь в виртуальной лабораториях хорошая помощь, потому что видеообъяснение My Grammar Video Teacher можно смотреть сколько хочешь раз, пока не поймешь, пока не усвоишь. Можно ее остановить, посмотреть слово в словаре, вернуться к ее видеообъяснению, дальше опять послушать и так далее. Спрашивают для ученика, желательно купить учебник с кодом. It depends. Это зависит от конкретного курса. В My Grammar Lab? Да, желательно. Ну и потом, понимаете, MEL – это только компонент учебного курса. То есть лично с учеником надо работать по учебнику, желательно еще пользуясь Teach's Book. Кстати, чуть не забыла очень важную вещь. Если кто-то из вас не знает, в России существует e-panel – это бесплатная электронная библиотека учителя Pearson. То есть те, кто пользуется книгами, пособиями Pearson или планирует это начать делать из преподавателей, вам есть смысл заказать себе эту e-panel, то есть сделать заявку. Это делается на сайте Pearson e-lt.ru. Вы там сразу найдете эту функцию e-panel. Это все учебные пособия Pearson в PDF-формате и с возможностью скачивать все аудио прямо на флешку, там куда угодно. Очень удобная вещь для того, чтобы познакомиться с тем, чего вы еще не знаете, либо чтобы пользоваться этим со своего ноутбука, если вам тяжело, например, носить громоздкие книги от одного ученика к другому, либо на занятия. И пэнел – электронная бесплатная библиотека учителя Pearson. Ну что ж, спасибо вам большое. Выдается ли ученикам сертификат от сдачи имзамена? По поводу вопроса, какой вам уровень нужен, какой вам учебник нужен и так далее, это все можно выяснить у нас здесь в Pearson Lining Studio, если вы живете в Москве. Pearson Lining Studio будут открываться по стране в разных городах. В этом году состоится открытие к осени в Новосибирске и Иркутске. Ожидается открытие Pearson Lining Studio в Сочи, в Сириусе и еще в нескольких городах, так что будет возможность и в регионах. Пока у нас существуют уровневые тесты. То есть, если вы купите себе Placement Test у любого дистрибьютора Pearson по стране, вы определите, какого вы уровня. И, исходя из этого, вы будете выбирать себе учебник. Если вы начинаете с грамматики, хотите четко по грамматике, то это MyGrammarLab. Если вы в школе учили и, в принципе, готовы были к ЕГЭ, то уровень B1-B2 точно для того, чтобы все повторить и все понять, и знать базовый английский. Если вас интересует не грамматика, а, например, разговорный английский язык, то вам нужно выбирать те курсы, которые основаны на развитии навыков говорения, коммуникации. Это такие, как Choices для подростков и Speak Out для взрослых. Speak Out и Choices – это курсы, которые построены совместно. Это совместный проект Pearson BBC. Соответственно, там все основано на видеофильмах и видеоподкастах. Это видеоинтервью BBC. Ну, подробнее уже тогда в личном таком общении. Какие-то онлайн-консультации мы тоже даем на электронную почту. Напишите нам, будем общаться. Если вы в регионах, то, возможно, общение по Skype. Возможно, у нас будут с вами еще встречи здесь, на этой платформе. Если вам понравился сегодняшний вебинар, и вы захотите увидеть меня еще с какими-то другими темами, то я буду рада. Ну что ж, спасибо большое. Если останутся какие-то еще вопросы, жду их на электронную почту, и мы просмотрим еще раз. В ближайшее время ответим на ваши вопросы. Всего вам доброго. Уважаемые коллеги, я хотел бы поблагодарить Жанну Михайловну за замечательный вебинар, который мы здесь с удовольствием послушали и приняли участие. Всех благодарю за активное участие в вебинаре. И напоминаю, что наши вебинары проводятся почти каждый день. Следующий вебинар будет завтра. Жду вас всех на наших вебинарах. До новых встреч в Директ Академии.